Каждую досочку я отстрогал, переделывал. Тут у меня было по-другому. Сейчас сделал стеклальный витраж. Чтобы летом можно было наблюдать, как цветёт яблоня, груша и туя. А вообще на семи сотках Николая Шеметьева ягодное изобилие. Есть виноград, чёрная смородина, крыжовник. Что-то жене не понравится, я перестраивал. Что-то мне не понравится, перестраивал. И вдруг раз растет, нас сносит. Этот дом и ещё почти 400 домов пойдут под снос из-за строительства дороги Дублёра, Горьковское шоссе. С новым генпланом люди вроде и смирились, пока не узнали суммы компенсаций. Всего 75 тысяч за сотку. Купить равноценные участки на такие деньги не получится. Земля в районе Аметиво стоит в разы дороже. За две сотки голой земли просят полтора лимона. А у нас 75 тысяч. Это получается в сто раз дешевле. Провести перерасчёт с учётом рыночных цен на землю сегодня потребовали активисты двух садовых обществ. Когда сюда приедет тяжёлая техника, люди пока не знают. Но работы по строительству новой дороги уже начались. Я не располагаю, например, ни какими-то средствами на то, чтобы купить новую недвижимость. И я не предполагаю, как можно в 15 дней найти себе новую дачу. Наша СНТ находится в черте города. Это очень дорогая земля. С каждым годом цены на земельные участки повышаются. И мы реально просто за эти копейки не сможем купить ничего достойного. Ещё никакой компенсации нет. Люди сидят нервничают. Сейчас весна. У нас начнётся наводнение. Особенно наша первая аллея будет топить участки. И, соответственно, люди просто-напросто не смогут вывести нормально свои вещи. Прояснить арифметику выплат могли бы в Комитете земельных и имущественных отношений Казани. Вот только на наш запрос к моменту выхода сюжета в эфир ответа так и не поступило. Дачники сдаваться не намерены. И в планах людей судиться за свои плодородные земли. Анастасия Веселкова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир. Анастасия Веселкова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.